В целом же число незаконно возведенных объектов в Сочи сократилось 8 раз. Еще полтора года назад таких объектов было 138. Сегодня под контролем первого замглавы Мугдина Чермита осталось лишь 16. Проблемы есть. Их еще очень много, к сожалению. Да, мы многое сделали. По сравнению с тем, что было, мы в разы улучшили ситуацию по городу. Но, к сожалению, эта недобросовестная публика, алчная, жадная, патологически лезет на то, чтобы производить незаконные действия и подсовывать людям некачественное жилье. Проблема и в том, что это некачественное жилье покупателям продолжают предлагать риэлторы. Информация по всем агентствам, на сайте которых появляются объявления о продаже площадей в самовольных домах, будет передаваться в полицию, прокуратуру и ФСБ, подчеркнул Чермит. Еще одна проблема – это заключение экспертов, на которые опираются суды при вынесении решения в пользу недобросовестных застройщиков. Зачастую горестроители просто покупают этот документ. Такие заключения нужно опротестовывать, считает заместитель главы города, передавая каждую сомнительную бумажку в прокуратуру. Кроме того, муниципальный институт генплана через МФЦ готов предоставлять информацию обо всех объектах недвижимости. То есть любой человек может узнать, есть ли разрешение на строительство о предназначении земли по домам. И, исходя из этого, определить, насколько надежной будет его покупка. Также на совещании сообщили, что с начала года были полностью снесены или приведены в разрешенный вид 18 строений. Полный список незаконных строений и недобросовестных застройщиков размещен на сайте администрации города.